добрый день добрый день мои любимые и терпеливые козероги добро пожаловать на мой youtube канал и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год ну что мои дорогие готовились приготовились на самом-то деле я знаю что вы уже давным-давно трудитесь плодотворно морально психологические даже физически да то есть один из мощных сильнейших моих любимых знаков зодиака который ну просто в прямом смысле всю жизнь паша да конечно же если вы живете по своему истинному знаку солнца и вы воплощаетесь реализуетесь да тогда конечно же если вы живете чувствуете и действуете как настоящий козерог тогда у вас есть силы на преодоление всех тех трудностей и сложностей которые случаются у вас на пути но просто потому что они сто процентов будут случаться именно у козерога кожи козерожье не будут у козерога случаться трудности например льва ну так невозможно каждому по силе его да поэтому дорогие мои двадцать четвертый год тоже я так хочу сказать будет по вашей силе и этот год он привнесет привнесет я бы так сказала не то что много неожиданных моментов да вам будто не казаться неожиданным почему вдруг так они случились легко и комфортно и почему именно сейчас именно со мной будет казаться что он как-то само собой случилось на самом деле это результат прошлогодний прошлогодичных пахот которых вы активно участвовали всю жизнь участвовали для того чтобы реализоваться сейчас год будет я не скажу что очень легким не скажу что очень сложно нет ребят тут до сложности нет на самом деле начнутся сложности трудности и более активные такие задачи в двадцать пятом году до когда ваш управитель перейдет из рыб вовна и здесь конечно же уже начнется совершенно другая история совершенно другая движуха я бы так сказала да сейчас же сейчас пока ваш управитель сатурн находится в знаке рыб он такой более более эмоциональный такой более пластичный более такой медлительный да и обстоятельства естественно пока сейчас располагают таким но при этом но при этом все-таки не забегая до вперед скажу что если выделить этот год на какие-то периоды на какие-то промежутки то первая половина вот ну до 25 26 июня сатурн ваш управитель будет в прямом директном положении поэтому все дела связанные с поездками с путешествиями с творческим развитием вообще в принципе с реализацией заграничные договора проекты перемещения да то что все что связано с далеким да то есть она будет получаться с творческим все что связано именно как раз таки с ноткой креатива с эмоциональной сферы вашей жизни будет получаться хорошо легко быстро ярко то есть здесь я так сказал вы будете на ком на коне до аспекты вообще в принципе будут складываться хорошо в вашу пользу так хочу сказать и здесь и получение прибыли февраль такой шатковалки январь ну вот он вот такой вот он январь время для вас задуматься на самом деле ничего плохого в январе вообще прекрасный ваш месяц для того что осознать кто вы что вы зачем вы куда вы идете ну то есть запускаются ваши дни рождения кто еще не отметил дни рождения в декабре да естественно для этого еще создан январь феврале феврале здесь немножечко вот будет такое спокойненько расслабленное конечно будут фонить будут фонить очень много событий жизни событий мировых но все же но все же удачное время со 2 я бы так сказал со второй половины февраля начнет закручиваться та самая удача про которые я говорил будут складываться события обстоятельства для того чтобы заработать преуспеть подтянуть работу подтянуть карьеру финансовые свои сферы жизни вообще вот все что вы хотите купить продать договориться поднять уровень материального благосостояния у вас это все получится со второй половины февраля март мои дорогие апрель точно так же да и я скажу вам и я скажу вам что май тоже будет для вас прекрасным потрясающим удачным финансовым прибыльным просто месяцем который не упускаете ни в коем случае не упускайте все те плюшки и события которые будут происходить события будут происходить в мире разные но вы помните что вы гнете свою линию и идете свою жизнь да то есть не отвлекаетесь на всякий шум со стороны то есть вы включились в работу своей жизни и тогда тогда первая половина 2024 года сложится как хотите именно вы то есть без каких-то вот таких отвлечений да единственное единственное я вам хочу сказать что у нас весной будет коридор затмений он будет с 25 марта по 8 апреля так вот в последних нескольких днях коридора затмений да там с 5 по 8 пожалуйста будьте внимательнее и отслеживайте все те моменты которые будут происходить с вами есть момент и это тот самый я хочу сказать что коридор затмений в этот момент от чего-то избавиться закрыть те проекты закрыть возможно даже те отношения которые мешают по жизни это будет удачное время при этом если вы на этот коридор затмений который будет весной 24 года решили сделать что-то новое отодвиньте сделайте после коридора затмений будет новолуние да то есть солнечное затмение 8 апреля и после этого делайте действуйте то есть в сам коридор затмений не внедряйте завершайте старые что уже тяготит где уже не извлекается прибыль где уже не можете разобраться где уже вот не получается не заработать не прожить не эмоционально никакой выгоды выхлопа и тому подобное поэтому здесь прекрасно понимаете что можно в этот момент как хорошо улучшить свою жизнь так и накосячить наоборот испортить поэтому дорогие первая половина года я вам хочу сказать она у вас очень такая классная интересная ярко при этом в июле в июле несмотря на то что ваш управитель сатурн он развернется в конце июня в ретроградное движение июль у вас в принципе будет удачно складываться июльская в я бы так сказала положение звезд на небе будет прекрасным для работы для заработка для тех же поездок путешествий прибыли контактов коммуникации и тому подобное а вот август август уже будет сложным напоминаю что в августе у нас тот же самый ретроградный меркурий да хотя вот в апреле будет ретроградный меркурий на вас он сложится ну вот вы его не заметите для вас не будет никаких сложностей в этот момент главное отслеживайте просто документ ничего фатального апрельский ретро мерка вам не принесет а вот августовский сочетание еще с квадратом юпитера может натворить дел поэтому здесь без удачи юпитер еще не будет ретроградный но он будет в соединение с марсом и здесь конечно можно испортить себе не просто финансовую я бы так сказала жил куда можно испортить себе еще и репутацию поэтому ребят внимательнее относитесь к этому периоду и понимаете и понимаете что это такое небольшое время я бы вам пожила посоветовала бы в затишье побыть при этом при этом в сентябре в сентябре еще этот момент доходит я бы так сказала к своему логическому завершению и уже октябрь такой достаточно активный октябрь уже такой достаточно будет получаться финансовая прибыль на небе вообще большой трин делайте действуйте получаете деньги зарабатывайте вкладывайте это да конечно для вложений я бы больше порекомендовал его первую половину года май так это вообще прекрасное время вкладывайте сколько вам угодно замечательно все будет получаться да ну и ноябрь ребята ноябрь месяц который на небе до в принципе в мире будет очень сложно будут происходить разные мировые события на вас они будут влиять ну как на всех естественно косвенно да но на кого-то больше на кого-то меньше и я бы так сказала вот ноябрь для вас не будет таким сложным как например для тех же стрельцов тельцов например да для вас он будет менее таким сложным а вот декабрь мои дорогие мои дорогие козероги будет я бы так сказала для вас месяцем когда необходимо прямо вот либо завершать в ноябре 2024 год либо в декабре готовится ну к худшему можно это так сказать потому что без удачи проверка отношений контактов мировоззрения взглядов на жизнь придет такой я бы так сказала вот некий экзистенциальный кризис до момент проверки на своих отношений дружеских именно не любовной сферы не партнерская сфера все в принципе ваш знак в этом году проверка любовных отношений особо не ждет да у вас другие задачи в этом году проверка вот именно дружеских контактов по жизни с кем вы общаетесь куда идете с близкими родственниками в принципе да но это будет не такой фокус что вот они что-то не так делают мне что-то не так говорят нет то будет зависеть от вашего мировоззрения то есть я бы так сказала к вам придет такое некое осознание куда вы идете для чего вы идете чего все-таки хотите да и это вас настигнет концу года пока пока просто трудитесь просто работаете просто получаете от этого радость счастье кайф прибыль выручку то есть все блага которым вышли до душевный выхлоп он тоже будет ни в коем случае его не убираю будут у вас прекрасный яркий момент я бы даже сказал что ноябрь у вас будет таким достаточно достаточно очень интересным классным месяцем да а вот декабрь мои дорогие здесь понимаете что месяц для вас сложноватый накладывается еще плюс ретро мерк многие планеты на небе к сожалению ваш управитель сатурн уже не ретрограден да но здесь придется уже прям на живую я бы так сказала проходить все сложные моменты моменты как именно понимать отслеживать кто вы куда вы идете зачем вы идете потому что сатурн в квадратуре с юпитером в прямом смысле кто я куда я хочу идти и зачем зачем мне вот это вот внутреннее большое развитие вот это вот та самая мудрость которой казалось бы вообще не моя да и эта история на самом деле продлится у вас еще и 25 год будет вот этот момент январь точно январь точно 25 вы войдете в такое положение там кармические узлы поменяют знак и уже совна весов да то есть перейдут в рыбы девы вот в эту ось и уже по-другому вы будете смотреть на мир в том числе но для вас это время уже будет такое не такое я бы так сказала категоричная до более эмоционально более такое движниковое но придется все таки все таки идти туда по чуть-чуть и вытаскивать из себя эти моменты внутренние душевные духовные на которую вы особо не хотите смотреть запираете их прячьте где-то внутри да вот этот вот все внутренние страхи печали переживаний так бывает ребят козерогом вообще случай сложно дается вот эта сфера внутренняя да поэтому все будет все будет не сейчас чуть попозже 24 год как говорится всему свое время и 24 високосный год это для того чтобы как раз таки подняться чуть чуть повыше на свою финансовую материальную составляющую на ту ступень на которой вы хотите быть у вас это будет получаться хорошо у вас будут складываться на это событие первая половина года будет прям давай толкать события туда вот вас движняк будет туда куда надо вторая половина года будете доделывать то что не доделали если коротко вот так вот разграничить на пола на половину да то есть одну половину года сатурн директ на другую половину года сатурн и ретроградный да то есть и здесь конечно же но в декабре столкнетесь с тем что есть куда приплыли если весь год вы работали над своим личным духовным развитием понимали вытаскивали из себя все обиды переживания страхи и претензий тогда декабрь для вас сложится гораздо лучше гораздо удачный и в 2025 год вы войдете совершенно с другим материальным статусом да потому что все минусы становятся плюсами да если мы идем свои страхи эти страхи разбираем как говорится минус на минус дает плюс простая математика да поэтому ребят прикладывайте все то что вы боитесь все то что вы прячете оставляли на потом не хотели разбираться начните разбираться этим в декабре для того чтобы в 25 год войти как раз таки в том самом плюсе который вам необходим потому что чего уж греха то таить до основная базовая кармическая задача козерога это идти вверх по карьерной лестнице но силы от этого берутся из семейного очага из родового эгрегора и сил эмоций переживаний душевного духовно на самом деле на этих эмоциях очень сложно построить свою работу карьеру и все но если же можно пахать можно пахать просто показе рожей просто пахать бездумно без эмоций без чувств но что наступает в конце абсолютное и полное одиночество потому что деньги статус финансы они холодной ночью не согреют они слова доброго не скажут они вкусный чаечек не нальют это же откуда все берется именно там где вы боитесь это черпать это то самое вдохновение страхи переживания и боли то самое открыть сердце и стать теплее то чего вы боитесь потому что очень много в этом в этой жизни было всего того что принесло боль и страдания и поэтому вот вы уходите такие в паха туда но это еще так небольшое превью я так скажу для большого видео про козерогов она выйдет буквально на этой неделе поэтому да дорогие помню знаю задолжала на этой неделе выйдет большое видео про вас и там я все про вас расскажу и станет прям понятливы почему вот вы делаете то так здесь и почему и на самом деле нет это неплохо главное это понять понять и найти в себе силы пойти стать круче стать ярче открыть свое сердце и вот понимая для чего все делаете не просто машинально долбить эту стену хотя долбить очень хорошо получается силы много ребят вот такой неоднозначный был для вас гороскоп на 2024 год и я хочу сказать что год для вас будет классным до приходится работать трудиться и получать плюшки это на самом деле называю потрясающее удачная комбо потому что как потопаешь так и полопаешь по-другому никак нет таких сказок когда вот ничего не делаю все получается нет звезды будут и события подводить вас туда кем вы должны стать да и естественно за это что придется доходить умом головой силами действиями раскрывать свои навыки и таланты я что это потрясающе такая ваша задача в 2024 году и нельзя упускать эту возможность ни в коем случае нужно просто брать и действовать а действовать вы мои любимые козероги точно умеете правда же ребят спасибо большое что были здесь спасибо что досмотрели этот гороскоп до конца спасибо что дождались я рада была здесь для вас вещать конечно же в конце актуальные ролики на которые вы можете опереться и принять верное решение и конечно же увидимся с вами в следующих видео пока пока